Пришла с работы, время уже 6 часов, затопила быстренько печку и самый главный сюрприз, тадам, она сидит в раковине, я не знаю, видимо, она от собаки спряталась или что, в общем, Мурка сидит в раковине, может быть, она лакала из банки воду, ну, в общем, не знаю, сидит в раковине кошка, ну, зато жива, здорова! Ребят, я уже села кушать, села ужинать, в общем, купила кошечке вот такой вот корм Фрискис, взяла 3 пакетика на пробу, потому что он самый дешевый, может быть, она его и не стала бы есть, но я вам хочу сказать, что она сметелила просто за милую душу, к тому же еще и собака съела целый пакетик, вот, поэтому, походу, мне придется покупать и для собаки, и для кошки. Так что, нормально они едят, 13 рублей там с копейками что-то стоит. Я сегодня, когда домой зашла, у меня сломанный косяк, у маленькой комнаты, у двери в проеме, сломан косяк, и оборвана немного деревянная вот эта панель. Я уж не знаю, что они тут творили, швабра валяется, кошка в этой раковине сидит. Что они тут делали, как они тут скакали, может, она тут от собаки убегала по панелям, царапалась, бог его знает. Я даже не знаю, что они тут делали, если честно, мне даже страшно это узнавать. Но что-то у них тут происходило, видимо, интересное, что у меня почему-то косяк, пластиковый сломан. Я его на скотч заклеила. Скотч наше все пока что, и пусть часть стоит. Доедаю свой супчик, который вчера с рыбной консервой варила. Очень вкусный супчик. Еще что произошло. Вчера я уже легла спать, и часов, наверное, в 11 по дороге проезжал трактор и чистил дорогу. И он мне нагреб такую гору снега, которая за ночь и за день уже застыла. И я сейчас, как ее увидела, потому что я утром уходила, там темно, я ничего не видела. Ой, я когда пришла, такая гора, я взяла лопату совковую, пошла долбить. Я понимаю, что мне просто не под силу это все отдолбить. И если так каждый день трактор будет проезжать, и каждый день он мне будет вот такую гору накидывать снега, то, знаете, у меня каждый вечер будет тогда уходить на уборку снега за трактором. То есть трактор вечером проехал, я на следующий день вышла. Я только убрала, он опять проехал. Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Может быть, плюнуть на эту большую площадку, которую я очищаю, и пусть он ее засыпает. Потому что каждый вечер вот так вот за трактором стоять, по несколько часов убирать снег. Ну, знаете, как бы мне своего времени жалко. Машины у меня нету. Машину ставит только подруга. И брат с женой приезжают. У меня машины нету, как бы. Ну, хотят поставить машину, пусть чистят парковку. Шутка, конечно, но буду вылавливать этого тракториста и просить, чтобы он не накидывал так мне больше снега. И чтобы он заехал, как-то очистил. Потому что ему один раз ковшом по земле провести, а мне целый вечер этот снег колоть и таскать. А он вечером проехал и опять мне насобирал этого. В общем, нагреб мне опять этого снега. Буду что-то делать с этим. Мне это не нравится. Что я еще хотела сказать. Очень многие комментарии от вас пропадают. То есть я вижу, что пришел комментарий. Я нажимаю на него, чтобы его прочитать. И внизу мне пишет, что комментарий удален. Вы либо оставляйте комментарий, и мы будем общаться. Либо не пишите вовсе. Потому что вот эта вот петрушка написали, удалили. Это ни к чему. И еще хочу сказать, что у меня не глухая деревня. Я не уехала никуда в тайгу. Я не бросила все в городе. Я не живу среди тайги, медведей и там еще кого-то. Я не живу в глухой деревне, где одни алкаши, безработица. И здесь прям вообще кроме своего хозяйства жить больше не на чем. Здесь есть предприятия. Довольно-таки крупные предприятия. Где работают. Где заработная плата в среднем где-то 40 тысяч. Это нормальная заработная плата по нашему региону. И многие ездят в город. Потому что ехать на машине минут 25-30. На электричке 35 минут. Это недалеко. Уж поверьте мне. И многие здесь все работают. И на вокзале работают. И в администрации работают. Но здесь есть, конечно, асоциальные личности, которые любят это дело. Но, опять же, это не глухая деревня. Где-то там 100 километров от станции до станции 100 километров. Еще от станции на автобусе 100 километров. Нет, мои хорошие. 35 минут от города на электричке. Это очень близко. Это 30 километров. Поэтому не бойтесь, что я тут прям совсем пропаду в этой деревне без денег, без работы, как я буду жить. Нет. Это нормальный поселок, можно сказать, городского типа. Здесь все нормально. Да, здесь, возможно, страдает инфраструктура. Здесь тяжело заменить лампу на столбе. Да, я вот сегодня, например, звонила в администрацию. И оставляла заявку на замену лампы. И сказали мне, что это очень долгий процесс. До конца января это точно не осуществится. Потому что надо создавать заявку на замену ламп. Заказывать или что-то там еще. Еще, в общем, этот процесс очень долгий. Заявок много на замену ламп освещения на столбах. Как бы вот в этом плане, да, хромает немного вот этот вот процесс организации. Но дороги чистят. Центральная дорога каждый день чистится трактором. Конечно, жалко, что нету тротуаров для пешеходов. И идти приходится по дороге, по которой тут же едут машины. Это большой минус. Вот. Но, опять же, дороги чистятся каждый день. Еще один минус. Это бродячие собаки. Они здесь есть. Как в любом городе большом. В городе их очень много. Они прибиваются где только могут. Они сбиваются в стаи. Бегают по улицам. Посмотрите новости. В каком-нибудь городе, да, где-то что-то напала собака, укусила бродячая. Это как бы все, вот как везде, понимаете. Нет тут что-то прям такого особенного, чтобы прям вот отличалась моя жизнь сейчас от жизни в городе. Чем она сейчас отличается? Это тем, что мне сейчас приходится заботиться о своем отоплении. То есть, если я не протоплю, думаю, будет холодно. Все. Вода в доме есть. Слив в доме есть. Машинка стиральная работает. Понимаете, свет есть. Нет освещения на дорогах. Вот это мне не нравится. Сегодня утром я вот шла на работу. И как-то я шла с фонарика. Ну, а в целом, в принципе, дом-то хороший. Жить можно. Ремонт сделается. И все будет хорошо. И лампочку эту рано или поздно поменяют. И с трактористом я договорюсь. Все это решаемо. Ничего страшного нет. Я в деревню поехала не из-за нищеты, вот, как может показаться. Просто я хотела свой дом. Я хотела жить именно за городом. Не в городе, не в этих муравейниках, которые строятся сейчас. И в хрущевках, в которых 28 квадратов, однокомнатная, где у тебя кухня 5 квадратов. И гостиная 16, в которой у вас и столовая, и спальня, и гостиная, и все на свете. Я хотела свой дом. Свой участок, на котором я буду садить овощи, цветы. Понимаете? Так что, ну, вот так как-то.